Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мне совсем недавно задали вопрос, а зачем вы обучаете рисовать разнообразные кристаллы, бусинки и все остальное? Вообще, при чем тут одежда? Зачем это нужно? Вот сегодня хочу показать, зачем это нужно, потому что ведь дизайн одежды это не только какой-то сложный крой и интересный вот именно рисунок там со складками, драпировками, но часто это бывает и принты, о чем я тоже вам показываю, стараясь показать и принты вручную, которые делаются, потому что бывают очень простые по своей структуре, ну и по конструкции вещи, как там, например, футболка с интересными принтами, и за счет этого получается дизайн вот тоже самое у нас происходит со стразами и бусинками, потому что если вы, например, делаете, ну, для спортивных танцев или для художественной гимнастики какие-то купальники, там всегда это очень богато все расшито стразами, и рисунок страз в иллюстраторе поможет сделать очень реалистичный макет, показать его там гимнастике, например, чтобы она оценила, либо это могут быть макеты вышивок на дорогих тканях или на платьях, что мы сегодня и будем делать. Я открыла работы студентов, это не мои рисунки, это по моим урокам студенты рисуют вот такую красоту, это все чистый вектор, смотрите, и вон оно, видите, там все-все векторное, то есть это в Adobe Illustrator все рисуется, при том здесь сделаны и кисти, и отдельные элементы, вот они, пожалуйста, их можно все разобрать и сделать, можно их там поменять по цвету, и вот второй вариант, и используя вот эти декоративные элементы, мы сегодня с вами создадим базовое платье, и на него приклеим, пришьем, придизайнерим эти моменты, и вы увидите, как это здорово работает, ну вот одно платье мы сделаем такое фиолетовое, второе можно вот глубоко зеленое сделать, наподобие бархатного, и, соответственно, расшить какими-то кристаллами, в чем вопрос, иногда такие вещи продаются уже готовые, их можно приклеивать, пришивать, либо можно создавать их авторские дизайны, то есть здесь вот ощущение, как будто стеклярус, и приклеенные стразы, здесь у нас с вами просто стразы, да, вот они сделаны, и это, естественно, дает тот или иной вид. Давайте посмотрим и сделаем. Я решила сделать абсолютно базовое платье, без рукавов, так что с рисунком, я думаю, что у нас проблем особо не будет, я уже много раз показывала всякие разные такие штуки, но давайте еще раз отрисуем, а уже потом будем декорировать, но с учетом того, что у меня это уже отрисовано моими студентами, это их работы, которые они мне присылали, которые они сдавали, в курсе, то, что мы прорабатываем, это блок про, можете, кстати, полистать там под видео, я оставлю ссылку на курс, там можете посмотреть, это уже для тех, кто продвинутый, кому нужно вот именно всякие красоты творить, вот мы там прорисовываем все эти кристаллы, ну, в общем-то, потом это все активно применяется, и надеюсь, что они на меня не обидятся за то, что я взяла их эскизы для демонстрации, исключительно в демонстрационных целях показать, что мы делаем и как это можно применять. Вот, все права принадлежат им, я только показываю, демонстрирую, ни в коем случае не претендую на авторство, и обозначаю, что не мои работы, работа студентов. Ну, мне кажется, это даже показательно, то, что не только я рисую, потом они это все, ну, люди, которые такое могут отрисовать, естественно, могут спокойно уже работать, и я за них спокойна. Допустим, с глубоким вырезом, прилегающего силуэта платья, базовый такой футляр, футляр не на тонких лямочках, а вот на таких штучках. Сейчас мы все поправим. Я рисую половинку, длину сделаю чуть ниже колена, такая очень благородная длина, но тут нужно обязательно смотреть на человека, как она на нем будет смотреться. Инструмент опорная точка, вот это все позволяет очень удачно корректировать. Смотрим. Теперь, смотрите, у меня получилось нарисовано пунктиром, потому что я тут правила шаблон, соответственно. Шаблон, кстати, тоже есть ссылка под видео. Можно зайти скачать эти шаблоны бесплатные. У нас есть некоторые платные шаблоны, там мужские и детские, но на самом деле за смешные деньги можно приобрести себе те, которые нужны, их использовать в работе. У нас есть разные типы фигур женских, там с большой грудью, с большими бедрами, там, ну вот, то, что реально встречается, и это действительно очень удобно в работе. Они не всегда модельно, ну, такие вот прям красивенькие, но они живые, для того, чтобы рисовались живых людей. Вот, это важно. Так, вот так вот, половиночка. Сейчас мы ее давайте раззеркалим. Вот, я отвлеклась на шаблоны. Так, опа. Теперь окно, обработка контур. Почему я каждый раз вытаскиваю, вам показываю? Вообще, ну, на рабочем столе оно обычно так все лежит, удобненько, да, его никуда не надо делать, но поскольку я пишу обучающие, да, моменты, чтобы вы видели, я поэтому каждый раз его руками вытаскиваю. Именно поэтому я много инструментов не с кнопок вытаскиваю, а показываю инструменты, откуда я тащу. Очень часто, ну, те, кто действительно рисует в программе, используют горячие клавиши, и вы, откровенно говоря, плену работы просто на экране не увидите. Я специально показываю именно на экране, откуда я тащу те или иные инструменты, потому что, когда я, например, сажусь, ну, сама работать и что-то отрисовывать, то я все инструменты нужные достаю, они у меня на экране, я за ними там никуда не лажу, ну, если только какой-то дополнительный понадобился, вам я показываю, откуда я их беру. Вот, именно поэтому, не потому что я не могу их вытащить, а чтобы вы видели, где они находятся в программе, потому что иногда сложно. Так, на спинку. Оп. Вот оно у меня, смотрите, получилось немножко больше, но это все абсолютно нивелируется, когда мы с вами делаем базовую белую заливку, например. Это мы подвигаем назад. Скорее всего, здесь будет молния, ну, или как минимум центральный шов. Вот это вот очень высоко у меня получилось, это надо опускать. В данном случае мы опускать будем через прогиб. Вот так. И вот так вот. Чтобы не было очень высоко. Может быть высоко, но в моем случае это не очень актуально. Так. Это мы сделали. Что у нас еще будет? Конечно же, нам нужны выточки, нам нужно поделиться. Выточки у нас будут здесь, выточки будут здесь, как они будут смотреться. Это уже конструктивная особенность. Вот почему не люблю сразу делать заливку, не видно, что у меня там по эскизу. А когда эскиз по шаблону, да, когда шаблон включаешь, вот она, точка центра груди, сосковая точка, и вот от нее идет уже непосредственно выточка, либо она может вот здесь пройти. Вот видите, здесь все намечено. Это уже конструктивная особенность, как бы вы хотели это видеть. Какая у вас будет ткань, если, например, это, ну, такой эластичный бархат на трикотажной основе, то тогда, естественно, можно и в боковые швы все это будет заложить. Если это будет, например, атласная ткань, которая не так хорошо растягивается, то, скорее всего, нужно будет подкрайные бачки делать. Здесь всегда идет зависимость от того, из чего мы это все делаем. Поэтому в отрыве не получится, нужно обязательно смотреть. То есть здесь может не быть никаких отстрочек, если там у нас внутренняя обтачка, например, она вот здесь будет заканчиваться под грудью, и таким образом уплотнять зону груди и давать возможность, например, без белья носить. Либо же можно сделать так, что сюда вот обтачка, а там внутри будут подшиты чашечки для того, чтобы данное платье можно было бы носить без нижнего белья, без верха, без бра. То есть такой вариант тоже можно. Вы когда это делаете, потом вот в описании это можно хорошо написать, то, что здесь вот прям нарисовать пунктиром, показать, что там обтачка, что мы бы хотели, чтобы туда подшивались чашечки и так далее. Это уже вот такие особенности, детали, которые... Так, вот опять. Мне не нравится, что у меня залито белым. Сейчас я уберу заливку, потому что я не вижу. А когда не видишь, ну, неприятно. Я, конечно, могу нарисовать. Вот она, смотрите. Линия тени. Потому что про тени у меня тоже вечные эти вопросы. Не получаются у людей формы теней. Вот по груди, видите, под грудью всегда будет темно. Но грудь такая, если условно смотреть, это полусфера, да, с конической кверху. Ну, они бывают, ну, разные по форме. Но если условно мы будем смотреть, то есть коническая такая полусфера. Например, мы ее сформировали чашечкой. Вот. И, соответственно, под грудью, как правило, будет пролегать тень. Ну, чисто с точки зрения геометрии. И вот эту тень, конечно же, нам желательно показать, что она будет здесь. Желательно не переусложнять. Хорошо делать сложные тени, когда у нас там складки и драпировки. Когда оно что-то такое достаточно лаконично-спокойное, не надо тут вот переусложнять. Но под грудью, вот она форма, почему я убрала заливку. Потому что вот она форма. Нету тут никакого сверхъестественного, ничего. Просто вот прям по форме следуем, и уже будет хорошо. Никакой сверхъестественности. Можно, как я вот, сделать разрезание, можно вот так вот нарисовать по контуру. Естественно, наша с вами тень, она будет у нас темным цветом. И сейчас мы сделаем ей непрозрачность, достаточно высокую. Можно еще даже ей сделать размытие, если это требуется. Эффект. Так, размытие по гауссу. Вот она еще, видите, у нас мягкость приобрела. И вот такая приятная тень. Кстати, вот когда делаем размытие по гауссу, то она такая мягенькая получается. Сейчас вот если цветом начать обрабатывать, добавить еще блики, и будет прям ощущение такого бархата. Давайте помягче. Вот. То есть вот такая штучка. Ее можно поправить по форме. Она осталась вектором, просто она размылась. Вот. И, соответственно, вот у нас получилось базовое платье. Я хотела сделать два платья. Одно фиолетовое, одно темно-зеленое. Вот так мы сейчас их и сделаем. То есть это база, на которой мы будем что-то там писать, технологию какую-то, которая у нас есть. А это будет у нас основа. Так. Вот эту красоту будем копировать. Она у меня уже сгруппирована. Это хорошо. Соответственно, это будет у нас декорирование одного платья. И вполне возможно, что мне сейчас придется подкорректировать лиф, потому что очень глубокий я заложила вырез. И не будет оно так красиво смотреться, как бы я хотела. А у второго мне нужны плечики. Ну, подкорректируем сейчас тогда. Будет две разные модельки. Так. Почему программа вот так вот мигнула? Потому что здесь много элементов. Оно тяжелое. И это нужно учитывать. Когда вы работаете с большим количеством мелких элементов, программа будет возмущаться. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы она встала вот на правильное место на груди. Вот сюда куда-нибудь, да. И такой вырез, как сделала я, не подходит. Соответственно, сейчас вырез я в платье уберу. То есть, видите, коррекция произошла за счет применения элементов дизайна. Ну, в конце концов, подкорректировать вырез, это не такая большая проблема в данном случае. Вот. Все могу подкорректировать. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот так. Вот так, да. Можно, конечно, такую странную форму оставить, но я бы этого не хотела. Поэтому я уберу вот эту изгиб. И вот здесь, смотрите, это направляющая. Убирается она очень хорошо опорной точкой. Вот. Теперь здесь. Вот так. И можем попробовать немножко ее еще наверх. Достаточно такое закрытое платье. Я думаю, что можно убрать парочку элементов. Двойной клик. Входим в режим изоляции. Потому что там группа в группе. Видите, каждая вот эта штучка, она загруппированная. Вот. Убрали. И теперь. Вот так. Вот. Сейчас по размеру все посмотрим. Это у нас должно быть на заднем плане. Вот. Смотрим. Ну, давайте остальные платья такие сделаем. Тогда сейчас мы это вот так уберем. И вот эту всю нашу красоту, которая у нас здесь. Вот. Я не сгруппировала. Это я ай-яй-яй и сделала. Так. Ну. Вот. Все. Сейчас мы сгруппируем. И вот сюда вернем наш шаблон. Одну штучку. И сюда скопируем попозже вторую потом. Так. Что нам нужно сделать? Нам нужно цвет основы задать. А цвет основы хорошо бы задать какой-нибудь темно-фиолетовый. Сейчас мы выберем отсюда. Вот смотрите, здесь есть кристальчики. И мы сейчас подберем какой-нибудь с них. Вот. Вот такой. Я думаю, что будет очень приятно смотреться. Можно второй цвет задать. Такой вот темный-темный. Эти два цвета мы можем выбрать. И, например, вот так создать новую цветовую группу. Вон они мне добавились. Достаточно удобно. Так. Смотрим. Входим в режим изоляции. Цвет основы. Цвет тени. Зачем я два цвета? Вот для этого. Так. Смотрите, как на цвете тень становится по-другому. Да. Потому что то, что мы делали, естественно, на белом, это одно. То, что мы делаем здесь, это другое. И, в принципе, мы можем с вами добавить белые всполохи. То есть это будет как ощущение блеска. Если, например, там полубархатная какая-нибудь штучка у нас. То есть вот здесь будет. А вот здесь небольшое будет. Это будут такие сейчас белые всполохи. Но вы не переживайте. Они, естественно, такими яркими не будут. Мы сейчас все сделаем, как должно быть. Вот. Убираем цвет контура. Делаем их белыми. О ужас. Эффект. Размытие. Размытие по гауссу. Размыли. И теперь работаем с их непрозрачностью. То есть они будут просто задавать дополнительный полублеск. Такой. Вот так. То есть они есть. Ну вот они просто дают эффект поблескивания. Вот. Смотрите, какое богато украшенное платье. Вот. Единственное, что можно сделать. Это наши с вами выточки, которые есть. Но они будут не так видны. Поэтому мы потоньше линию сделаем. И вот уже получилось красивое, богато украшенное платье с выкройкой. Да. Можно сюда еще будет, например, перчатки одеть. И вот вам, пожалуйста, вечерний вариант. Второй вариант я бы хотела сделать. Сейчас будет у меня с ума сходить компьютер, потому что я скопировала вместе с вот этой всей красотой. Вот. У меня есть вот такая прекрасная штучка. Я бы хотела распределить на плечи. Вот она тоже сгруппирована. Ctrl-C, Ctrl-V. Сейчас мы поменьше сделаем. Ну и другое распределение можно вот... Сейчас посмотрим по размеру, да, как оно будет красиво смотреться. Это как вариант работы со стразами. Ни в коем случае не говорю, что он единственно правильный там и так далее. Просто показываю вариант. Мне показалось, что для иллюстрации моей идеи это будет хорошо. Вот так. Например. И ее сейчас мы раздублируем. И платье я бы хотела видеть другого оттенка. Хотя на фиолетовом тоже достаточно это все забавно смотрится. Интересно. Можно, кстати, добавить еще вариацию. Например. Вот так. Сделаем двойной клик. Войдем в режим изоляции. Уберем лишнее. Этот вот... Вот этот кусочек мы сейчас уберем. Он не нужен. То есть здесь вот так. Создать прям вот полноценную композицию. Так. Ну, там веточки отдельно можно, да. Сейчас мы скопируем. Не разгруппирую, а вхожу в режим изоляции. Вот у меня получилась веточка. И сейчас мы эту веточку попробуем с вами применить. Вот так. Наверное, она должна быть у нас помельче. И сделаем ее зеркальное отражение. Так, я думаю, что можно сдвинуть одну. Сдвинуть вторую по центру. Так, платье оставляем. Вот. То есть поменять такую вот композиционную историю. А вот эти чуть повыше поднять. Поднимаю клавишами на клавиатуре. Видите, они вверх пошли. Сейчас мы посмотрим, как лучше. Обычные клавиши лучше. Она по ходам делает. Вот, видите? По ходам. Вот так. Вот, то есть сверху у нас произошло декорирование, снизу вот такая история. И платье, вот это платье я бы хотела покрасить другим цветом, зеленым. Вот, могу теперь подобрать. Хотелось бы более глубокий зеленый оттенок, да? Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот сейчас. Сейчас, сейчас подберем. Так, нет, это мне не нравится. То есть, видя то, что у нас получилось, мы можем подобрать тот эффект, который бы нам, нас устроил. Нет, мне не нравится. Сейчас еще раз. Затемнение цветового круга. Компьютер, конечно, меня не любит, когда я с ним так общаюсь. Плюс сейчас запись идет в видео, и он, ему тяжело очень. Вот. И вот, смотрите, два прекрасных бархатных платья с авторской, с авторскими, ну, я не знаю, это может быть и как и вышивка, и так и наклейка, декорированием кристаллами у нас с вами получилось. Собственно, зачем нам изучать кристаллы? Вот иногда так бывает, что нужно что-то расширить бисером или кристаллами, вот мы расширим. Я не говорю, что это идеальный пример, но это то, как это можно делать и как это работает. Пробуйте. Как рисовать кристаллы, это есть у меня отдельный урок на курсе, кстати, самый длинный из всех уроков на моем курсе, он длится целый час. Ну, вот, но мы там и жемчуг разбираем, и кристаллы, и пайетки, вот это вот, всю-всю красоту мы там отрабатываем. А сегодня я вам показала применение, даже не со своими работами, а с работами студентов. Я считаю, что они огромные молодцы, делают просто безумно красивые композиции, которые можно прям отправлять на фабрику для того, чтобы их как шаблоны использовали для производства этих страз. Ведь можно наляпать и на футболку там на детскую, и будет прекрасно, девочки будут рады. Можно вот на имитацию на бархатное платье сделать вышивки. Такой вариант тоже неплох. Не забывайте поставить лайк или дизлайк, в зависимости от того, понравилось вам или нет. Написать свои комментарии, чтобы вы еще хотели посмотреть, чтобы я вам показала, как рисуется. Задавайте вопросы, всегда рада. Ну, не забывайте подписаться на канал. На этом все, до скорых встреч, пока-пока. Продолжение следует...